7 июня Белореченск встречал участников краевой патриотической акции «Эстафета памяти», которая приурочена к отмечаемому в 2018 году 75-летию освобождения Кубани от фашистских оккупантов. Торжественная передача лампады с зажженной свечой белореченскому сборному отряду «Пост номер один» прошла в районном Доме культуры. Гостей из «Горячего ключа» встречали представители администрации, предприятия Белореченска, члены Советов ветеранов и Совета депутатов, школьники и студенты. Крайвая акция стартовала еще 19 февраля в Краснодаре. В течение четырех месяцев лампада с горящей свечой проходит по всем 44 муниципалитетам и вернется в Краевой центр 22 июня. В День памяти и скорби там пройдет шествие в рамках всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной началу Великой Отечественной войны. Такие акции должны быть. Вы должны помнить. Вы должны передавать своим будущим детям о том, что это было и не должно это повториться. Спасибо, что вы пришли сюда. Спасибо, что вы чествуете, помните ветеранов. И дай Бог, дай Всевышний и сознательные все люди, чтобы не допустили повторения таких страшных событий. И спасибо вам, ребята, что вы не забываете наше поколение, что вы еще разыскиваете и находите. У меня меньший брат не вернулся домой, без вести пропавших. Прошу, вас, может быть, найдете. Желаю всем, всем, всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, чтобы не видели больше такой страсти. Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Сборный отряд «Пост номер один» из «Горячего ключа» передал лампаду с зажженной свечой одноименному отряду из Белореченска. В Белореченском районе принимают эстафету памяти воспитанники военно-патриотического клуба «Пост номер один», который функционирует с начала 2017 года. В нем мы собрали ребят, которые неравнодушно относятся к своей истории в возрасте от 14 до 30 лет. 9 июня зажженная свеча будет передана обширонскому военно-патриотическому отряду, а до этого времени будет находиться в Свято-Покровском храме. Эта акция посвящена тому, чтобы люди помнили, тому, чтобы через века, через года проносилась память, и чтобы новое поколение видело, какие ошибки не нужно совершать. Благодаря этой акции мы знакомимся с ребятами с других клубов патриотических и также обмениваемся опытом. В этом году в Белореченске были созданы два новых военно-патриотических клуба, а это значит, что все больше ребят, интересующихся историей своей страны, участвуют в поисковых работах, и память о подвигах наших дедов и прадедов не будет забыта. Вера Савельева, Сергей Чернецов, События и люди. Субтитры создавал DimaTorzok